Всем огромный привет! Дорогие мои любимые зрители, я очень давно вам обещала снять видео о своей косметике. И что же вы думаете, когда я начала раскладывать все эти баночки, шалобушки, тенюшки, я пришла в ужас, сколько их у меня. И поняла, что видео придется делать, я не знаю, две или три, может быть, даже части. И я подумала, какая же часть должна быть первой. Когда я захожу в какой-то магазин, где продается декоративная косметика, знаете, куда меня тянет автоматически? К теням. Я обожаю тени. Наверное, тени это мои самые любимые косметические украшалки. У меня их много. И я уже, собственно, записала видео в режиме макросъемки. Сейчас вы его увидите. Напишите, что вы об этом думаете. Не слишком ли много их у меня? Наверное, все-таки много. Хоть я и не бьютифлогер, но я поняла, что, в общем, где-то как-то могу даже им и быть. Трудно было мне снимать с непривычки в режиме макросъемки, как-то не очень. Так что не судите строго. Я там буду с грязными руками и пальцами, потому что я буду пробовать эту косметику. И у меня будет рука, как палитра художника. Всеми цветами радуги, короче. Ну все, смотрите это видео. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока. Итак, макияж глаз я начинаю с нанесения базы под тени. Базы под тени раньше я не использовала. А теперь без нее просто не могу жить. И у меня в запасе есть три варианта. Вот такой вот антиэйдж, который подтягивает якобы кожу, век. Но, если честно, я этого эффекта не замечаю. И это, кстати, самая дорогая база из Рубан Дюкей. Не рекомендую ее покупать. Вот я ее купила, попробовала и пришла к выводу, что мне больше нравятся две другие. Вот такая вот с шиммерным эффектом. Уже у меня заканчивается. Но следующую я обязательно куплю. Когда наносишь сюда немножечко, со спичечную головку надо нанести эту базу. И растереть на веки. Она заполняет все впадинки, все складочки, морщиночки и выравнивает кожу. Дальше надо выдержать 3-4-5 минут и нанести какие-нибудь тени. И они будут держаться очень долго. Уж 24 часа 100%. Но иногда даже как-то в самолете я летела очень долго. И тени великолепно сохранились. И вот такая база, которая бесцветная. Тоже замечательная. Последнее время они, видите, как улучшили дизайн. Стали выпускать с такой вот кисточкой. Ей очень удобно тоже наносить. Также наносите, выжидаете 3-4-5 минут. И все. Вуаля. Ваши тени держатся целый день. Распрекрасно. И ни забот, ни хлопоты. Кстати, не только тени, но и жидкая подводка, карандаши. Все намного лучше держится с этими базами. Многие фирмы выпускают такие базы по тени. Ну вот я как-то подсела на Урбанзу Кей. Вот, хотя из, например, бюджетной линии я как-то взяла Еву. И мне она вообще очень понравилась. Так что, кто не хочет раскошеливаться на вот Урбанзу Кей, то, пожалуйста, Ева прекрасно ведет себя. Теперь начинаются тени-любимчики. Ну раз уж мы заговорили про базы Урбанзу Кей, то покажу и тени. Я не покупала палетки, потому что палетки, как правило, это тени, за которые ты платишь больше, чем нужно. Ты как бы переплачиваешь. А здесь распрекрасненько можно составить комплект. То есть вот я купила такую палетку. Ну не палетку, а вот коробочку. Вернее, мне ее даже подарили. И сама составила вот такой вот набор из теней. Сюда вошли такие телесные, вот шелковисто-телесные. Их можно использовать и как хайлайтер. Вот такие сатиновые серые. Вот такой вот глубокий изумруд. Очень мне понравился. И вот такие вот фиолетовые. Я хочу сказать, что вообще я, в принципе, их люблю смешивать. Например, фиолетовые. Я беру зеленые и наношу сверху зеленые. И вот, исходя из такого цвета, мне кажется, очень богатого и красивого, можно замутить, что называется, любой смоки айс. Вообще я покупала их вот в таких вот коробочках. Потом они вот отсюда выдавливаются. И можно составить свою палетку. Очень рекомендую. Следующей моей любовью является фирма Мак. Я считаю, что тени Урбан Дзюкей лучше. Но и Мак тоже, в общем-то, мне нравится. Вот я увидела такую палетку совсем, кстати, недавно. И все ее цвета меня буквально очаровали. Потому что, ну вот я, кстати, уже просматривала тенденции по цвету, по макияжу на следующий, скажем так, год. И там фигурируют вот эти цвета. И на самом деле они мне тоже нравятся. Вот здесь очень красивый тоже голубой. Вот этот вот такой серо-голубой. В общем, все вот эти цвета, которые будут в моде, они уже здесь. Но на самом деле я их просто люблю смешивать. То есть, например, вот если мы возьмем, скажем, вот такой вот грязно-синий. Нет, вот здесь вот, да, вот на тени, на, кстати, нанесем на. Вот, видите, как получается такой дымчатый серовато-голубой, очень красивый. К нему можно добавить черный. То есть, можно делать все, что хочешь. Смешивать любые оттенки. Получается необыкновенно. Просто потрясающе красивые сочетания. Я уже пробовала и смоки айс, и когда есть высветляющая и затемняющая часть века. В общем, рекомендую. Вот эта палетка шикарная. Хотя я не люблю, как говорила, уже покупать палетки. Но здесь весь подбор цветов, то, что надо для меня. Есть у меня здесь также и серые матовые тени. Такие дымчатые. В общем, у меня тени, на самом деле, все достаточно похожие. Плюс-минус у них оттенки как-то варьируются. Но где-то как-то я ловлю себя на том, что я покупаю похожие оттенки. Вот такой тоже очень люблю. Серовато-черно-зеленоватый. Вот такой. Сейчас покажу. Да, вот так. Вот уже вся рука испачкана. Ну вот, вы меня видите в видео в таких вот, в общем-то, оттенках. И просто серый с таким атласно-блестящим звучанием тоже. На самом деле они как бы немножечко отличаются все друг от друга. Их можно растушевывать. Но, видите, они все темные, как правило. Светлых практически нет. Вот фирма Мак. Рекомендую тоже. Даже разорилась на палетку, что для меня не характерно. Следующая моя любовь это марка Кико. Кико, вот я сейчас смотрю на камеру, как-то цвета искажаются. На самом деле они более темные. Ну, как видите, цветовая гамма здесь вот такая натуральная. Серо-коричневый, темный, бежевый, золотисто-песочно-молочный, золотисто-коричневый. Вот эти вот, представляете, нашла сейчас совершенно случайно. Я их покупала сейчас в Италии. Совершенно про них забыла. И вот, когда готовилась к этому видео, откопала их. Вот, они очень красивые. На самом деле, сейчас попробую сделать их. Ну, такие красиво переливающиеся. Вот это вот тоже моя одна из самых любимых серых с каким-нибудь оттенком. Да, тоже вот зеленоватым тянет меня. Вот это мне когда-то подарила Марина. Марина, врач-косметолог. Марина Бейдина. Это, вы знаете, рубрику «Спросите у Марины Львовны». Да, вот. Это потрясающие тени. Она была в Италии. Привезла мне в качестве подарка. Обожаю их. Ну, и вот такие серебристые тоже. Ну, крайне редко я такие использую. Вообще, я светлые тени использую очень редко. И вот это вот моя коллекция теней Кико. Ну, здесь я хочу показать тени такие разношерстные. Вот, например, вот эта палетка. Это Inglot. Вот такая вот марка. Вот. Здесь, кстати, магнитиками. Я тоже сама подбирала. Мне очень хвалили эти тени. Но я их совершенно не полюбила. Мне вообще не понравились. Они у меня вообще не тронутые. Не знаю. Мне не понравились. Я считаю, выброшенные деньги. Ну, коробка такая вот интересная. Видите, так вот магнитом открывается. Закрывается. Вот. Ну, что ж. Иногда бывают неудачные какие-то покупки. Я Inglot не рекомендую. Мне не понравилось. Вот. Это у меня Елена Рубинштейн. Такая новогодняя палетка. Вот. Такие здесь цвета. Все шиммерные. Все блестючие. Не знаю. Покупала зимой. В общем, тоже я практически не пользуюсь. Но зато знаю, что у меня есть такие вот тени. Блестючие. Если что, разрисуемся как положено. Это вот Елена Рубинштейн. Видите, там камера отражается. Но хорошо. И я даже, кстати. Телефон начал звонить. Дальше вот у меня такая Christian Dior есть палетка. Она старая. Но как-то я мало пользуюсь. Все-таки светлые тени. Вот эти такие с сатиновым блеском. Эти матовые. И вот эта черная типа подводка. Ну. Иногда я их беру, кстати, в дорогу. Потому что они очень удобные такие. Светлые и темные там есть тени. В общем, имеют право на существование. Но вторые я такие покупать точно не буду. И вот у меня здесь Lancome. Такие сиреневые. Очень я люблю этот цвет. Они такие малопигментированные. Получается такой вот легкий, дымчатый, светлый у них эффект. Несмотря на то, что они выглядят такими достаточно яркими. Но нет. На самом деле они такие светленькие. И вот эти тени я, в принципе, все их никак не могу выкинуть. Потому что мне очень нравится их цвет. Здесь такой вот, если присмотреться, черный с синим. Короче, все, как я люблю. Сейчас у них такого цвета больше нет. В принципе, я иногда... Я вот все думаю, что я поеду куда-нибудь, да? Возьму их с собой и там выброшу, оставлю. Потому что они по качеству хорошие. Ну вот. Это и лозер. Это, кстати, я. Вот. И... Испачкалась тряпочка. Последние свои, так сказать, тени. Это... Как они называются-то? В баночках кремовые. Вот. Они у меня тоже цветов таких же. Вот. Вот я больше никогда не буду покупать кремовые тени. Они все высыхают очень быстро. Говорят, правда, что в инглоте есть какое-то средство, которое можно добавить. И они прямо снова как новые. В общем, ими не успеваешь воспользоваться. Вот они у меня, видите, бобби, браун, шанель. Шанель какой цвет? Вот такой серебристо-черный. Ну, в принципе, красиво. Вот. Кристиан Диор. Самый первый я купила Кристиан Диор. Ими как-то еще попользоваться успела. Ну, в общем, они дают, конечно, очень красивый шиммерный эффект. Особенно вот это мне нравится. Вот это вот. Переливается. В сочетании вот с этим вообще красиво получается. Как это? Вот. В общем, сама чуть не заснула, пока рассказывала про эти тени. Ну, а сейчас посмотрим карандаши немножечко и для бровей средства. Ну, вот и последняя партия того, что я использую для глаз. Ну, я решила еще брови добавить, да. Может, с этого даже и начну. Для укладки бровей я использую два средства. Вот Кико. Такой достаточно темно-коричневый цвет. Тушь для бровей. Вот такая вот. Мне очень нравится. Ну, это я в Италии покупала. Я сразу два покупаю, потому что мне, в принципе, нравится. Я использую, укладываю брови. Есть у меня еще и карандаши, тени. Но, к сожалению, я это забыла у мамы. Поэтому показать сейчас не смогу. Вот. И вот такой еще тоже бенефит. Мне, кстати, еще больше понравился. Ну, просто дороже, чем Кико. Вот. Такая маленькая штучка. Очень хорошо укладывает тоже брови. Красит. Каждый волосок обволакивается. Становится толще. Можно уложить. И брови получаются такие, ну, практически соболиные. Вот. Для бровей все. Теперь карандаши. Ну, знаете, я мало использую карандаши, потому что я и снизу, и сверху подводку делаю тенями. Тени у меня все темные, поэтому в карандашах особо не нуждаюсь. Ну, вот все-таки сколько-то есть. Шесть штук. Вот. Это Урбан Зу Кей. Видите? 24 часа он держится. Он действительно очень устойчивый. Особенно, если нанести его на базу под тени. Базу для теней. Вот. Это называется Саббат. Вот. И он такой немножко синеватый. Сейчас так. Где это? Вот. Вот. Ну, как видите, тоже. Если его нанести более светлым и как бы растушевать, он получается такой серо-синий. Если потемнее, он такой почти что как черный получается. Вот. Дальше у меня такой карандаш серебристо-серый. Высох. Почти черный. Это... Это Кико. Вот. Вот такой вот Мак. Коричневый. Темно-коричневый. Чернено-коричневый. Просто матовый. Еще Мак. Не помню даже какой цвет. Вот такой. Еще более черненый. Так неудобно снимать. Это макросъемка. Вот что значит не бьюти-блогер. Как-то не отработано. Вроде показывать есть чего, а как? Не очень-то и получается. Так. Это что такое? А, это черненый-синий тоже такой вот. Видите, у них у всех оттенки разные. Но, в принципе, это все-таки серо-коричневый и чернено-синий. Вот. Короче, макияж можно создать любой. Вот. И туши. Ну, раньше у меня тушей как-то меньше было. Но с тех пор, как я стала блогерствовать, у меня появилось их больше, потому что я стала использовать их по-разному. Разные назначения. Например, вот эта вот тушь. Одна из самых моих любимых. Это водостойкая Живанши. Она фиолетовая вот такая. Сейчас вот это приклюшу. Вот. Она такая чернено-фиолетовая. Мне нравится ее сочетать с черной. Также я ее использую в дорогу или когда дождь-снег. Она, в общем, не течет. Именно поэтому я ее очень люблю. Вот. Испачкала уже. Вот. Они, конечно, есть разных цветов. Ну, я как-то для себя вот эту вот взяла. А черную водостойкую я вообще просто покупаю Maybelline и смешиваю их. Сейчас она у меня просто закончилась. Надо вот купить. Вот. Это я недавно купила такой набор по очень выгодной цене. Benefit. И туда входила вот эта черная тушь. И я еще пока не пользовалась, поэтому не знаю, какая она. Вот эту тушь я купила маленькую в дорогу. И это Urban Decay. Не знаю, что на меня нашло. В принципе, в дорогу просто, что она вот маленькая, легкая. Я всегда такие покупаю. Вот. И ее можно даже в сумочке таскать. Мало ли не успеешь накраситься. Куда прибудешь, там и накрасишься. Вот тушь MAC. Очень люблю именно эту тушь. Но это какая-то лимитированная была в прошлом году. Очень красивый цвет. Такой вот, как у меня ногти. Такой чернено-синий. Вот он. Видите, вот. Получаются очень-очень красивые такие ресницы. Ну, она какая-то лимитированная. Вот я так поняла, что у них больше такой нет. Нет, это была коллекция, называлась Толедо. Господи, я своими руками в тенях все перепачкала. Так. И тушь Kiko. Я не в восторге, честно скажу. Больше покупать не буду. Вот именно тушь мне у них не понравилась. Ну, так, конечно, ничего, если уж совсем с горя. Но, в общем, специально покупать не буду. В отличие от теней, которых и цветов много, и качество хорошее. Вот, пожалуй, и все, что я хотела сегодня показать. Продолжение следует...